Здравствуйте земляне! Я Александр Док. Помните, я снимал ролик, где хотел пойти в другой мир, то есть в центр Кавказской, но не дошел, потому что была непогода, слякать, я был в туфлях, не в сапогах, и не стал рисковать, чтобы не утонуть в снегу. В общем, я вернулся назад, но сейчас я намерен пойти до конца, то есть до Вальбереса, получить посылку и на почту тоже сходить мне надо. Ну что, пойду. Слышали шум там был, когда я вступление снимал? Это Мирка реагировала на съемки. Вот я, земляне, оделся. У нас сегодня тепло, 26 градусов, будет 28. Я пошел. Ну что, провожайте меня. Я бы вас взял с собой, но имеется такой риск, что я вернусь один. Поэтому вот они все вышли, меня провожают. Ага. А я забыл портмоне свой. Но деньги мне могут и не понадобиться. Ну, кто его знает. Как-то неуютно. Вот, я всегда с собой ношу. Там у меня права. А вдруг, буду идти, а мне скажут, а ну ваши права. А у меня нет их. Поворачивай назад, иди домой. И все. И повернут меня в обратную сторону. Ну что, пока. Охраняйте дом. Ведите себя хорошо. Виктория пошла в магазин. Марсик, ну ты меня проводи хоть до ворот. Марсюшка. Марсик. Машину я отдал на ТО. Поехали проходить техническое обслуживание. Ну, а я... Все, пока. Пошел. Путь мой будет лежать вот через нашу улицу. Вот это наша улица. Вот это вот мой дом. Там собачки. Это Рома, наш водитель. Он забрал машину, оставил свою. Оставил мне ключи. Но я на чужих машинах не люблю кататься. Поэтому решил совершать подвиг. То есть, сходить в центр. Получить две посылки. Сначала в Альберисон дальше, а на обратном пути на почту. Вот такая наша улица. Спокойная. Красивая. Тихая. Асфальт ровный лежит. Здравствуй, Степаныч. Загораешь? Ёлочки. Здесь где-то есть проход. Вообще-то, это улица тупиковая. Здесь тупик. Туда дальше уже нету проезда. Виктория иногда ходит сюда. Вот так мы живем. Здравствуйте. Ты мне? Давай. Спасибо. Жалко, что у меня нет конфетки. Я буду на обратном пути идти. И тебе конфетку принесу. Хорошо? Спасибо тебе за цветочек. Вот так у нас здесь живут мои соседи. Видите? Доброе, приветливое. Что-то я этого переулочка не вижу. Где он? Или я его проскочил? Где же он есть? Маленькая такая улочка, куда все ходят. Вот она. Видите? Вот сюда мне надо идти. Если не знаешь, то пройдешь 100%. Вот, видите? Секретный ход. И вот мне через него надо попасть на другую улицу. Вот уже выхожу. Вон я оттуда шел. Видите? Довольно длинный переулочек. Еще этот двор. Ну, а здесь живет Серега. Вон его дом. Видите? Вот и беленькие окна. А вон красная машина. Это его отец там живет. Сереге. А здесь жила Лера. Жена Димы. Внука. Здесь ее мама живет. А мне вот сюда. Здесь еще одна асфальтированная улица. Видите, какая. Ну, это широкая улица. Ну, а скоро мы и попадем на асфальт. Возле дворов растут цветы. Видите, клумбочки. У нас как бы это принято. Перед домом сажать. Не все, конечно, это делают. Ну, очень многие. Вот такие еще подворья. Плиточка перед домом. Лавочки. И здесь принято ставить перед домом лавочки и сидеть. Выходить и сидеть на лавочках. У меня нет. Я никогда этого не приветствовал. Ну, вот видите, столик. Они играют домино. Шахматы там. Ну, кто во что. Ну, и не без этого, что выпивают, конечно, на этом столике. Но лавочки это визитная карточка нашей станицы. Так, ну, мне туда, направо. Вот тоже лавочки. Видите, столик лавочки и собаки. В каждом дворе собаки. Навесы. Когда идешь, тебя обязательно облавят собаки. Ну, вот я и вышел, как говорится, на большую дорогу. То есть, на асфальт. Такое транспортное средство. Электромобиль на трех колесах. Ну, это узкие улички. Это переулки. Они обычно уже, чем центральные улицы. Не помню. Переволок Комсоморский, да. Вот такие открытые дворы. А сейчас мы подходим к улице Мира, где я жил. Вот это улица Мира. Здесь, под номером 200, стояла хатка. Вот туда дальше. И я там жил. А вот эту дорогу я сделал. 17 машин гравия. Привез и засыпал. Я тогда ремонтировал машины. И за ремонт двигателя мне один камазист... Нет, тогда камазов не было. Зил был. Привез 17 зилов. Это старинный дом. Видите, какой. Здесь много старинных домов. Сейчас будем один проходить. Старинный дом. Я в нем учился. Он там прямо. Вот он. Этот дом. Когда-то здесь я учился. И здесь меня принимали в пионеры. Потом здесь был военкомат. Вот тоже старинный дом. Смотрите. Видите, вон. Такие узоры. Сейчас таких не делают. Ну, это вторая улица от центра. Сейчас я не знаю, что в этом доме что-то есть. Но он мне запомнился именно тем, что я здесь провел свое детство. Меня с первого раза не приняли в пионеры. Сказали, я недостойный. Я плакал. Очень мне было обидно. А вот здесь была моя мастерская по ремонту распредвалов. Сзади. Единственный цех в России был самый первый мной созданный. Он находился вот в этом здании. Вот сейчас покажу. Вот, видите. Стрелка. Вот там за забором. Там был наш цех. Вот это окошко, вон, маленькое. Это наше. Ну, что. Вот. Центральная улица. А вот впереди дом. Это мой был. Не детский. Мои ясли были. Дом, где я ходил в ясли. Меня водили. Я тогда еще не ходил. Я помню момент, когда я еще не мог ходить. И нянечка давала мне соску в рот завал. А я сидел вот под этим окном. Видите, вот. Ну, вот я и вышел на центральную улицу. Здесь, конечно, уже больше людей. Ну, людей и так хватает. Просто я стараюсь не наводить камеру на них. Не снимать. Не ставить неловкое положение людей. Ну, а мне надо... Со мной здоровается. Все знают меня в Кавказской. Ну, как. Все знают меня, но не всех знаю я. Как говорится, я один, а их много. Здесь когда-то был магазин, вот здесь, игрушечный. Потом были радиотовары, продавали приемники, пластинки. Сейчас здесь находится Марс. Храм построили недавно. Его еще делают, строят, возводят, штукатурят. Ну, ему для 5, может быть, 7. Не больше. Вот такая центральная улица. Иду дальше и вспоминаю. Каждый дом мне здесь известен. Конечно, многое изменилось. Когда-то здесь не было асфальта. Было всего 4 машины. Вот на этом месте стоял деревянный амбар. Из бревен сделанный. Мы в этом амбаре прятались, когда со школы сбегали. Ну, хиляли, так называется. Сейчас здесь вот магазины, салоны. Ну, старинные дома сохранились, которые я помню. Сейчас еще пройду, немножко покажу. На машине, когда едешь, один вид, а пешком совсем другой. Вот этот дом. Здесь была парикмахерская когда-то. И сейчас она осталась. Вон еще дом. Старинный, вот он, желтенький, видите. Сейчас там магазины. Ну, а мне надо переходить. Вот он, старинный дом. Видите, башенки какие. Конечно, я не могу показать все Калкаское. Ну, по крайней мере, я уже пришел. А мне надо вот сюда. Написано, коробки ставят туда, коробки ставят сюда. Добрый день, Юлия. Это майор? Нет. Хотел приехать на вашей машине, а потом пешком пришел. Все? Рома оставил возле меня. Сейчас я выключу код. Покажу. Покажу.